В сентябре 2019-го Барселона купила у Лас-Пальмаса 16-летнего атакующего полузащитника Педри за 10 миллионов евро Очень рискованные инвестиции в пацана Сколько таких 16-летних и шибко талантливых вырастали в абсолютных середняков Парня на год оставили в аренде в родном клубе, а перед нынешним сезоном решили вернуть И сразу стало понятно, что у Педри, воспитанника заштатного клуба с Канарских островов, откуда-то есть то самое ДНК Барселоны В этом сезоне молодой парень стал основным, причем в центре поля каталонцев На позиции, где строится игра, что очень сложно Трансфер Педри по соотношению цена-качество, возможно, лучше для Барселоны за последние годы А его рейнджная стоимость уже выросла в 7 раз Наверное, покупка Педри со временем станет лучшим решением при президенте Бартамео Но пацан официально был куплен еще в 2019-м А мы сегодня составим рейтинг тех, кого приобретали в Европе непосредственно перед или по ходу нынешнего сезона И ни разу не пожалели Это топ-10 лучших трансферов сезона 2021 Покупка Ливерпулем Диего Жота занимает 10 место Португалец забил через 8 минут после своего первого выхода на замену за новый клуб в АПЛ Принес победу в трудных матчах с Шеффилдом и Вестхэмом Сразу дав команде голы, а именно с этим у Ливерпуля были проблемы в начале сезона Да и не только в начале А основная тройка нападений Ливерпуля играла посредственно, намного ниже своего обычного уровня И Жота оказался таким джокером в колоде тренера Важно, что португалец не нервничает, когда остается на замене Его брали дублером основной троицы и он прекрасно принимает эту роль Но когда получает игровое время, делает свое дело очень хорошо И заодно заставляет основных форвардов Ливерпуля держать себя в тонусе Красные не смогли договориться с Вернером во многом из-за того, что немец не был готов быть игроком подмены Пресса приписывала Тима фразу «Мане, Фермина, Салах» «Там нет места для меня» Плюс к тому, Мерсесайдсам не нравилось, что сумму выкупа надо было выплатить сразу А вот по Жоте очень выгодная рассрочка И зарплата португальца почти в два раза ниже, чем у Вернера В общем, вынужденное трансферное переключение с Вернера на Жоту Скорее всего, для Ливерпуля оказалось к лучшему При всех своих плюсах Диогу последний в нашем рейтинге И сейчас объясню почему Во-первых, он пропустил из-за травмы значительную часть сезона, 19 игр А во-вторых, португальц нетипичный для Ливерпуля нападающий Потому что не так хорош в прессинге Однако его трансфер следует признать более чем полезным Без голов Жоты, 4 победных в АПЛ Ливерпуль точно бы уже не боролся за зону Лиги Чемпионов в этом, очень проблемном для клуба, сезоне Девятое место – это супер-успешные приобретения центра форвардов Рубином Джорджи Деспотовича, а клубом Монако Кевина Фолланда Команда Сани Головина борется за чемпионство Фолланд наряду с Бен Ядером лучший в команде по гол плюс пас Окупили немца у Байера всего-то за 11 миллионов Один из лучших трансферов Монегасков за последние годы Который в случае, если Монако войдет в зону Лиги Чемпионов, окупится в первом же сезоне А нам радостно, что у Головина появился еще один надежный ассистент в линии нападения Наш парень благодаря Фолланду набирает больше ассистов Ну а подробнее про Деспотовича Казанский Рубин вообще взял забивного Напа бесплатно У серба любопытная история Три года он играл в Казахстане Откуда Деспота, по его собственным словам, подписал Лос-Анджелес Гелакси Но трансфер сорвался из-за удавшихся переговоров клуба со Златаном и жесткого лимита на легионеров в МЛС В итоге Деспотович перешел в Оренбург, где провел два средних сезона Прикиньте, какой в тот момент парня накрыл депресняк Должен был лететь в Л.А., а приехал в Оренбург Тренер Владимир Федотов, уйдя в Сочи, не стал забирать с собой игрока Хотя тот просился, и у него как раз закончился контракт Но отношение к Деспоту тогда было как к нападающему середняку А что мы видим сейчас? Доставшись Рубину бесплатно, центр форвард забивает в каждом втором матче И помогает своему новому клубу совершить впечатляющий прогресс Оказывается, Джорджи умеет и завершать, и верховую борьбу выигрывать, и подыгрывать партнерам А в Оренбурге его просто не сумели полностью раскрыть Поэтому после важной победы над Сочи в начале апреля Форвард постебал в соцсетях своего бывшего тренера Привет, Федотов! Как ты там? Я деспот, я плохой Рубин, в отличие от нового клуба Владимира Федотова, угадал И как и Монако с Фолландом, идет в зоне Еврокубков Восьмая позиция неочевидная Здесь новые имена в амплуат центрального защитника 21-летний Свен Ботман из Лилия И его ровесник Максан Солокруа из Вольсбурга Оба стали важными причинами того, что их новые клубы идут в зоне Лиги Чемпионов в своих первенствах Ботман – 195-сантиметровый, воспитанник Аякса Понятно, что хорош наверху Вместе с чемпионом Европы Жозе Фонте Тоже рост за 190 А они составляют не самую быструю, но тем не менее монструозную связку ЦЗ Дело в том, что Лилия играет низким защитным блоком И вынуждает соперников навешивать с флангов В такой системе Ботман с Фонте почти непроходимы Вместе с тем, классная футбольная школа позволяет голландцу еще и успешно начинать атаки Будучи центральным защитником, он восьмой во всей Лиде 1 по продвигающим пасам И входит в топ-10 по передачам в финальную треть Ботман – ключевая фигура в построении атак своей команды И вообще, один из лидеров Лиля, который в этом сезоне борется за чемпионство Недаром осенью Свен получил первое приглашение в сборную Нидерландов А вот 21-летний француз Максан Солокруа из Вольсбурга До своей первой сборной пока не дорос, но тоже стал открытием Он высокий, как и Ботман техничен И что особенно хочется отметить, отлично выбирает позицию и читает игру Номер 5 во всей Лиде 1 по перехватам Однако, самое впечатляющее в истории француза на данный момент Это крутизна траектории, по которой развивается его карьера Воспитанник Сашо дебютировал в профессиональном футболе два года назад А сейчас он уже номер 5 по оценкам Хускорт среди всех ЦЗ Бундеслиде В общем-то, оба, и Ботман, и Лакруа показывают такой стремительный прогресс Что вполне можно ожидать от них звездного будущего в топ-клубах Так что ждем Седьмым берем вратаря Челси Эдуара Минди Вообще, насколько синие провально, по крайней мере, пока именно такое ощущение сработали по приобретению новых игроков в группу Атаки Настолько здорово усилились сзади Ветерана Тьяго Силва назначили капитаном Он уверенно руководит обороной Пусть и в силу возраста немало игр пропускает по здоровью Бен Чилуэл оказался классным крайним защитником, который мгновенно влился в команду Он важен в атакующих действиях, но при этом не проваливается в обороне Но знаковым стало приобретение вратаря Минди Синие два года промучились с Кепой И вот в последний момент трансферного окна берут галтипера из того же клуба, который в свое время продал им Петра Чеха И новичок вскоре повторяет рекорд вратаря легенды Выглядело символично Синие сейчас вторая после Сити команда АПЛ по пропущенным мячам А еще Минди является самым сухим галтипером нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов И его заслуга в выходе Аристократа в полуфинал также велика И пусть сейчас понятно, что Минди это не вполне уровень Чеха Тем не менее, он в мгновение решил чуть ли не главную проблему синих Команда перестала дрожать при каждом навесе в свою штрафную или ударе Минди не пропускает легкие мячи Этого уже было достаточно, чтобы все успокоились А команда приобрела уверенность Крайне важный трансфер для Челси Без Минди, которого, повторюсь, купили на флажке Причем за небольшие деньги Весь сезон мог пойти на смарку И смена тренера ничего бы уже не изменила Шестое место Здесь два молодых Крайка с широким функционалом Ашраф Хатими и Сержиньо Дест Оба провели не совсем ровный сезон Но смотрятся дико перспективными игроками Особенно с учетом возраста Поэтому берем Дест попал в топ-чемпионат и сразу в топ-команду в 19 лет И это удивительно Как он сразу себя зарекомендовал со знаком плюс Задвинул вице-капитана Серджа Роберто Уверенно играет на обеих половинах поля Как будто совсем не боится ответственности Ему даже доверили выйти против Мбаппе в плей-офф Лиги Чемпионов Получилось не очень, но более сложные задачи в мировом футболе перед защитником сейчас трудно придумать В клубе верят в Сержиньо и будут делать на него ставку в будущем Это очень важно Хатеми тоже показывает большой потенциал Хоть иногда и не попадает в такт командной игры Интеру под схему Конте Очень нужен был такой игрок на фланг Который бы успевал и вперед, и назад И был бы очень опасен в финальной третьей поле А Шраф эту проблему решил Сейчас он вообще третий в команде по гол плюс пас После форвардов Лукаку и Лаутаро Плюс марокканцу сейчас всего лишь 22 И он способен дальше прогрессировать Тут можно посочувствовать мадридскому Реалу Который отпустил Хатеми за небольшие 40 миллионов А сам сбытывает серьезные проблемы на правом фланге в этом сезоне Даже Вальверде пришлось экстренно выпускать в эту зону В важнейшей игре с Ливерпулем вместо Вастиса Еще раз Не сказать, что Дест и Хатеми провели супер сезоны Оба временами ошибались Но есть ощущение, что они подходят своим новым командам И могут надолго стать их важными элементами Друзья, а сейчас я буду делать одно из моих самых любимых занятий из детства Мне пришел новый альбом Панини, посвященный Евро 2020 Который пройдет в этом году сразу в 11 странах Европы Турнир, кстати, сохранил название Евро 2020 Просто сроки его проведения сдвинулись на лето этого года И вот как он выглядит в официальных цветах турнира Здесь представлены 24 страны-участницы После почетного списка стран-победительниц и карты турнира Мы видим расписание всех групп и садей плей-офф Которые я в детстве всегда заполнял Далее идет представление первой группы А И тут сразу новая фишка Командные фото стран-участниц решили сделать не стандартными групповыми А в момент, когда команда что-то празднует Вот, например, у меня попала сборная Вельса И, по-моему, это выглядит очень интересно Дальше разворот с первой страной-участницей Это Италия И тут же специальное место под блестящий ститер герба Федерации У меня, правда, Италии пока не попалось Есть только Финляндия и Дания А вот дальше самое интересное новшество Теперь в альбоме появились сдвоенные ститеры с игроками в движении Вот как они выглядят Одной наклейкой вы заполняете сразу два места в альбоме Составы тут примерные, но максимально приближенные к тем, которые будут на евро Например, давайте посмотрим на вкладку со сборной России У нас тут на воротах Антон Шунин и Гильерми Ну, вполне реалистично В конце альбома, как всегда, идет страничка с рекордами турнира А еще теперь у Панини появилась функция создания собственной карточки Которую через специальное приложение можно заказать на том же самом заводе Где печатаются альбомы Панини И она вам придет по почте из Италии с вашей фотографией В общем, мне тут еще много наклеивать А заказать свой альбом Панини вы можете по ссылке в описании к ролику Ждем евро Номер 5 Пьер Эмиль Хёйберг В целом, сезон у Тоттенхема неудачный И в последние пару месяцев датчанин вместе с командой в плохой форме Но он держал свой привычный высокий уровень дольше всех Помогая Муринью продлить нахождение у руля команды Хёйберг Трудяга Мужик У болельщиков Тоттенхема даже после очень плохих матчей клуба Язык не поворачивается покритиковать Пьера Эмиля В сложный осенний-зимний период он продемонстрировал, что такое настоящая приверженность тренеру и команде Ну а осенью Хёйберг был хорош по всем статьям Полузащитник показал Премьер Лиде, что он может и отбирать И первый пас отдавать качественно И коридоры находить для передач И забросы исполнять И под прессингом не теряться Плюс он дисциплинированный футболист Профессионал до мозга костей А еще какой-то стальной человек Он единственный из полевых шпор Провел в этом сезоне АПЛ все 33 матча вообще без замен В полуфинале же Кубка Лиги Хёйбергу располосовал шипами голень Джошуа Досилва из Брэнфорда Но датчанин все равно захотел продолжить игру Жозе пришлось собственными руками выпроводить футболиста на замену На извинения соперника в соцсетях Хёйберг ответил Я викинг, я в порядке Но ты должен мне новый щиток Пьера Эмиля Хёйберга раньше недооценивали Ведь он даже был одно время в Баварии Оттуда его списали в Саутгемптон И вот только сейчас мы видим, что датчанин игрок европейского класса Все, что было лучше у Тоттенхема в этом сезоне Связано либо с атакующей связкой Кейнсон Либо с Хёйбергом На четвертой строчке умещаем сразу трех футболистов Вестхема, которые тащат клуб в Лигу Чемпионов Это Джесси Лингард, Томаш Соучик и Владимир Цоуфл Сначала про чехов Молотовойцы устроили себе дешевый шоппинг в Праде Который оказался, может, и не самым стильным, но очень качественным Соучика на самом деле взяли еще в январе прошлого года в аренду А в июле выкупили Но я все равно должен про него сказать Это опорник с ростом 192 сантиметра Снимает весь верх, забивает головой И вообще, забивает для опорника аномально много Уже 9 мячей Многие форварды ВПЛ о таком мечтают Плюс он тактически выученный Умеет продвигать мяч через пас С ним команда доминирует в центре поля Возникают аналогии с Филайни и не только у болельщиков Действительно, один и тот же типаж опорного полузащитника Владимир Цоуфл правый защитник Играет по всей бровке, навешивает Второй в команде по ключевым пасам Конечно, не тренд Но зато гораздо надежнее англичанина в обороне и хорош в прессинге Такой добротный АПЛовский фулбэк, пришедший осенью всего лишь за 6 миллионов Неплохо, да? Ну и ваш любимчик Джесси Лингард Его взяли в аренду минувшей зимой В команде недели мы недавно вспоминали историю Джесси в МЮ Как у него все было печально еще год назад и какие тому были причины К молотобойцам Лингард присоединился в качестве статусного игрока И мне кажется, это сыграло положительную роль Ему априори доверяет тренер Если Вингер ошибается, партнеры все равно доставляют ему мяч снова и снова Таким образом, накачивая парня уверенностью В результате у Лингарда стало больше моментов Он забил уже 9 в 11 матчах АПЛ Улучшив личный рекорд И его вновь вызывают в сборную Мощный прогресс Вестхэму, конечно, надо Джесси выкупать А самому футболисту соглашаться Лингард, Солчик и Цофл Важнейшая причина, почему Вестхэм Сенсационно борется за место в зоне Лиги Чемпионов Тройку открывает Федерико Кьеза Единственный, кто в нынешнем амебном Ювентусе Упорствует, борется И после потери мяча никогда не выключается из игры Вот его реально не в чем упрекнуть Помните, как он пытался вытащить Ювентус В Лиге Чемпионском противостоянии спорту? Добавил шансов гостевым голом А в ответке почти совершил камбэк Ну, просто приятно было смотреть даже тем, кто не является фанатом Зебр Кьеза, а не Роналду Был главным действующим лицом в решающий момент сезона Федерико, несмотря на ранний вылет Юве Завершил еврокубковый сезон с четырьмя забитыми мячами Сделав себя и своего папу Энрико Единственный итальянский парой Отец-сын, забивавший в Лиге Чемпионов Кьеза не суперкреативный вингер Но у него есть поставленный удар, скорость, страсть, огромная выносливость, характер, работоспособность Или даже лучше сказать, трудолюбие Игрок атаки, он третий в команде по гол плюс пас, но еще и пятый по отборам Изначально этот трансфер казался спорным Но сейчас понятно, что Кьеза сильно повышает общекомандный уровень Второй Луис Суарес, которого Атлетико, удачно подсуетившись, взял у Барса за 7 миллионов И сейчас каталонцы явно об этом жалеют Эль Пистолера, четвертый бомбардир чемпионата Получив, наконец, забивного форварда, матрасники почти весь сезон шли на первом месте И сейчас они вторые по забитым мячам Для сравнения прошлую Ла Лигу, по этому показателю они закончили на седьмом месте Команда Семена традиционно создает немного моментов И в этой системе элитный, еще не растерявший лучших качеств форвард Оказался тем, кто может помочь выиграть второе чемпионство Суарес забил на пять больше ожидаемых голов О такой эффективности своего главного нападающего Семена еще недавно мог только мечтать Да и в целом Луис отметился в этой Ла Лиге девятью победными мячами И еще два его гола принесли ничьи То есть в сумме 29 очков Атлетика это прямая заслуга Суареса Подобного влияния на результаты команды нет даже у Месси Суарес один из лучших трансферов нападающих в тренерской карьере Семены Сколько напов матрасники перебрали за последние годы А лучший бомбардир Атлетика в чемпионате больше девятнадцати мячей не забивал уже пять лет Суарес уже достиг этой цифры И в оставшихся пяти турах наверняка установит рекорд пятилетки Правда, в силу возраста Луис не может провести сезон без спада Таковой у него прямо сейчас, да еще и в апреле помешала травма Ну и как мы видим матрасники сразу растеряли очки Заменить уругвайца просто-напросто некем И на первом месте Рубен Диаш Купленный Сити у Бенфики за огромную сумму 68 миллионов, но с лихвой оправдавший эти вложения Своим появлением он определил ход нынешней премьер-лиги Сейчас понятно, что такого игрока нужно было брать за любые деньги Но это только сейчас До покупки Диаша Гвардиола потратил в Манчестере на защитников в сумме более 400 миллионов Но пазл все никак не складывался Система тренера временами выглядела почти совершенной Пока не происходила очередная нелепая ошибка в обороне И особенно обидно было, что косячили в основном те, на кого были потрачены большие деньги Диаша брали без опыта игры в топовых лигах И при этом по стоимости он стал номером два среди всех приобретений, сделанных шейхами Огромный риск Ко всему прочему, сделку по Диаше закрывали в конце сентября Когда уже было сыграно три тура Однако Робин удивительным образом встал в состав Манчестерского клуба как влитой Заменив индивидуально лучшего защитника команды Лапорта, который излишне травматичен Преимуществом Диаша изначально считается его командирский характер В свои 23 года он уже заработал репутацию того, кто на поле громче всех партнеров Но орет по делу Один из тренеров Винфики прогнозировал Как только Диаш приедет в Сити, он сразу начнет командовать обороной Он не будет ждать, пока это сделает кто-то другой Его лидерские качества не подлежат сомнению В Англии же эти самые лидерские качества Диаша не отмечает только ленивый Для Гвардиола это, похоже, решающий фактор в пользу Рубина после выздоровления Лапорта Пеп даже не очень хочет разрушать пару Диаша со Стоунзом Потому что рядом с Рубином и Джон вдруг стал супернадежен Без появления действительно надежного центрального защитника Сити не прервал бы проклятие 1-4 лиги чемпионов И не стал бы самой малопропускающей с большим отрывом команды лиги А с тем бардаком в обороне, который был в прошлом сезоне Горожане сейчас вполне могли бы упустить чемпионство Тем более атака команды Пепа в этом сезоне не дотягивает до своего привычного уровня Покупка Диаша сделала для Сити этот сезон Из 70 миллионов за человека, который, вероятно, станет для клуба главным центрбэком на долгие годы Эдаким Ван Дейком, пусть и без явной атакующей опции Это, в общем-то, не так уж и много Друзья, многие классные переходы не поместились в наш ТОП-10 Например, Фафана в Лестер, Уоткинс и Мартинес в Астенвиллу, Елмас в Лиль, Макс Крузо в Унион Берлина и многие другие Но напишите вы внизу, кто еще мог бы претендовать на место в нашем ТОПе Только не забывайте, что переход должен был быть оформлен либо по ходу нынешнего сезона, либо перед его началом За помощь в составлении выпуска спасибо нашему аналитику Тириллу Хаиту У него есть свой канал на Ютубе, где он, кстати, недавно рассказал, почему Суперлига — это не так плохо И в чем неправ УЕФА? Оцените по ссылке внизу В нашем же Телеграм-канале завтра мы опубликуем опрос и выберем вместе с вами лучший трансфер сезона из представленной десятки Так что присоединяйтесь Ну и обязательно подписывайтесь на Ютуб-канал и посмотрите прошлые выпуски Саня Журавлев, Мяч Продакшн Пока